Пам-пам. Привет, меня зовут Руслан Сачев и сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях, которые произошли в России и в мире за последнее время. А спонсор сегодняшней программы это черепаха, которая жрет невидимый помидор. Так мило, она умрет с голоду. Футбол. Это главная тема последних дней, мол, как можно было не выйти из самой слабой группы Евро-2012. Все на самом деле очень просто. Статистика. Алан Загоев в каждом следующем матче забивал на один гол меньше, чем в предыдущем. Сначала два Чехии, потом один Польша, потом ноль Греции. Если бы мы вышли из группы и продолжили играть дальше, он бы начал забивать в свои ворота. Но если вы все-таки футбольный фанат, то не переживайте так сильно. Есть несколько других критериев, по которым российская сборная лидирует. Например, на этом чемпионате Дик Адвокат, тренер российской сборной, получает самую высокую зарплату. Такой зарплатой он может позволить себе купить собственную футбольную команду и уже с душой ее тренировать. Также мы получаем первое место в категории «Самая старая сборная». Средний возраст игрока сборной России по футболу примерно 28,5 лет. Я представляю, многим уже просто тяжело по полю бегать. Но они все равно бегают, потому что им важно победить. Они понимают, что с трибун стадиона на них смотрит вся страна, на них смотрят их дети. У некоторых уже даже внуки смотрят. К тому же есть женский футбол. И я сейчас не о том, где сборная России выиграла у сборной Греции 4-0, но всем насрать, потому что все заняты придумыванием шуток Александр Киржаков бла-бла-бла, потому что не попал. Я говорю о женском американском футболе, так называемой Лиге Нижнего Белья. И спортивно. Феминистки всего мира негодуют, а я перехожу к следующей новости. Прошла церемония вручения ежегодной премии «Серебряная калоша». Ее организует радио «Серебряный дождь». Награды за самые сомнительные достижения. В этот раз ребята очень сильно угорели по политике, то есть там вся эта оппозиционность, выборы, так сильно, что их даже не пустили на телевидение. Ну, либо их изначально не пустили на телевидение, и они решили побунтовать. Этого мы уже никогда не узнаем. Но наибольший резонанс, наибольшие споры вызвала победа в одной из номинаций Патриарха Кирилла. Номинация что-то вроде «Повелителя фотошопа», «Мастера золотой пыли», но это не суть. Суть в том, что калошу ему выписали. И многие считают, что это недопустимая вольность. Я частично даже соглашусь с этим, потому что, по сути, ситуация заключается в том, что награду, символизирующую осуждение общественное, Патриарху выдает шоу-бизнес. Куда более прогнившая система, куда более аморальная. Раньше они друг другу эти калоши вручали, как бы весело было. Теперь уже вопрос стоит, имеют ли они на это право. Некоторые депутаты теперь даже предлагают внести поправки в уголовный кодекс, чтобы организаторов премии можно было посадить за разжигание религиозной нетерпимости, розни, ненависти и прочего. Но не о них речь, они уж конченные дебилы. Но с другой стороны, все люди имеют право и даже должны как-то реагировать на эти факапы церкви. Чтобы она постоянно держала себя в форме, не повторяла прежних ошибок, церковь же постоянно заявляет, позиционирует себя как центрально образующий элемент всего русского общества, русской культуры. Пожалуйста, только соответствуйте высокому статусу. Будьте примером высокой морали, непорочности, а так постоянно подставляться, вы вот и заслужили свою калошу. Давайте это и сделаем вопрос у меня. Вот как вы относитесь к вручению Патриарху премии «Золотая калоша»? Это недопустимая вольность или попытка обратить внимание на ошибки церкви? А теперь заголовок РБК. Дмитрий Медведев вновь захотел стать президентом России. Ну блин, офигеть! В окружении президента не отрицают возможность его выдвижения на пост президента в 2018-м. Давайте теперь по всем газетам, по всем телеканалам это разнесем, протрубим в радиоэфирах, в интернетах лайки понажимаем и друзьям расскажем. А когда я не отрицаю возможности выдвижения на пост президента в 2030-м, максимум 50 ретвитов. Где справедливость? Где Сергей Миронов, когда он так нужен? Да ладно, я шучу, конечно. Никому Сергей Миронов не нужен. Французы представили свой вариант экзоскелета. Называется Геркулес. Экзоскелет, если вы не знаете, такой внешненько оказанный человек, который увеличивает силу носителя. Встроенные датчики распознают движение владельца, подключают встроенные моторы, и вот ты уже можешь нести груз в несколько раз больше, чем обычно. Ну, пока батарейки не сядут. Да и шумит, наверное, сильно. Короче, хоть он и выглядит, как привет из научной фантастики, но все равно очень убогий. Как трехмерные очки, Kinect, Siri в айфоне, то есть вроде как будущее, вроде как прогресс, но все равно очень убогая и кучка скелет, которых медленно, постепенно избавляются. Так что лично я верю, что если сейчас все выглядит еще немного нелепо, неловко, то однажды придет время, когда с помощью экзоскелетов мы сможем не только мешки с картошкой на даче таскать, но и полноценно воевать с китайской угрозой. Но у французов уже в 2014 году этот экзоскелет выходит в серийное производство. Так что всего два года, и они смогут быстрее и легче сдаваться противнику. Это все новости на сегодня. С вами был я, Руслан Сачев. Подписывайтесь на мой канал, на канал Спасибо Ева. В группу вступайте, если хотите, чтобы новые ролики не пропустить. В общем, любите животных, ешьте меньше лейс, пейте меньше пепси. Пока.